Музыка Славянский народ с широкой душой. Русские традиции живут в народных песнях, предметах быта, костюмах и ремеслах. Все это бережно сохраняется на Брянской земле. Основное население области – это русские, 96%. И не случайно именно в нашем крае так трепетно относятся к богатству русских традиций, к истории народа. Когда мы приезжаем в деревню, конечно же, мы собираем песенное творчество, фольклорное творчество. Но именно в этой атмосфере мы сталкивались с тем, что вокруг нас очень много материальных экспонатов. То есть эксклюзивных, интересных, старинных вещей. Из каждой экспедиции мы привозили по чуть-чуть. У нас это все собиралось, накапливалось, накапливалось. И в итоге родилась идея у нашего руководителя создать вот такой вот интересный этнографический музей. Каждый уголок музея, каждый экспонат – частичка истории русского народа. В печном уголке хозяйка в традиционном костюме качает младенца. В противоположном, святом, красном углу стоял стол. Назывался он «Мужской угол». Немножко мы поменяли свою экспозицию, показали о том, что у нас в красном углу сидит еще и невеста. Потому что когда происходила свадьба, молодых всегда сажали в красный угол. Они сидели в красном углу. И в нашем красном углу представлена невеста в подлинном свадебном костюме села Ружное Карачевского района. Как был устроен быт наших предков? В этом небольшом музее есть все, что было в русской избе. Костюмы, ткацкие станки, прялки, рушники, пояса, которые женщины ткали сами. Вот у нас лен, вот они коробочки. А это было очень важно в традициях русского народа. То есть и лен и кормил, и одевал, и создавал праздничное настроение в виде уже того, что уже получается в итоге из льна. Вот, например, веретено. Современные дети не знают, что такое веретено. Здесь у нас ниточка намотана. Здесь у нас чешут его. Здесь лен, который даже еще не вычесан, не отчесан. То есть его чесали, и присутствуют вот эти вот соломинки. Дальше он уже, уже его почесали, и уже будут создаваться уже ниточки для того, чтобы сделать уже свое полотно льна. И именно приходя в наш музей, дети понимают о том, что вот он клубочек с ниточками, а вот эти вот ниточки у нас получаются вот из этого такого растения. А вот об этих экспонатах русского музея можно говорить часами. Душа народа, традиции, характеры, культура – все переплетается в русских куклах. Изготовлением кукол на Руси занимались женщины и девушки. Изначально их делали не столько для детей, сколько для сохранения чистоты в доме. Куклы служили оберегами и защитниками. Просто куколки для игры. Они абсолютно разные по своей конструкции. Но одна из них не шитьевая, а полностью смотана. Она в этом, ее уникальность в том, что здесь иглой ничего не сделано. И из бросовых материалов, которые были у нас под ногами сделаны. Из чулка и из травы скошенной. И завернута в одежду изображает младенца. А это уже более сложная кукла. Она шитьевая, шилась ребенком для игры. С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. Из соломы, дерева, ткани и глины создавались настоящие шедевры, которые пользуются популярностью спустя много веков. Эти традиции сохраняются и передаются молодому поколению. Кукольники мы творим человека. Понимаете, это настолько серьезное дело, чтобы полностью образ создать человеческий. Это очень сложная задача. Как у скульптора, который вылепливают из материала, который пользуют глина, пластилин и все остальные. Точно так же и тут. Только тут мы используем другой материал – текстиль. Это сложно достаточно. Но наше русское умение, в традиции нашей, смекалка наша русская, она проявляется во всех видах рукоделия. Настолько уникально. Крестьяне все время проводили за работой. То в поле, то по дому. И сопровождалась эта работа песней. Богатство русской народной песни хранит детская фольклорная школа «Калинушка». Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, отличник народного просвещения России Лариса Калугина. Этот год, учебный прошедший, стал для нас знаковым. Мы принесли самую главную победу себе и нашей Брянищине. Мы стали абсолютными победителями. Мы – это команда нашего дворца, Всероссийского конкурса «Панорама методических кейсов художественной и социально-гуманитарной направленности», проводимой Министерством просвещения Российской Федерации и Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Мы серьезно подвели итог не просто образовательному процессу нашей школы, а мы занялись серьезной наукой, как внедрить традиционные ценности нашим детям, подрастающему поколению. Деятельность коллектива связана со сбором и хранением музыкальной традиционной культуры Брянщины. Особенность нашего брянского фольклора, русского, в том, что он очень древний. То есть даже в институтах нас учат тому, что брянская песня древняя, сохранились самый древний пласт песен календарный, то есть тот, который связан непосредственно с народным календарем земледельческим. То есть крестьянин жил, обрабатывал землю и праздновал праздники в течение всего года. Песня «Душа народа». В ней отражаются особенности народного характера, речи, удивительная природная музыкальность народа. Его открытость добру и любви, красота родной природы. Сегодня трудно понять, как хорошо себя вести, а как плохо. Согласитесь, границы стерты. То есть я могу говорить дома ребенку, что это хорошо, средства массовой информации будут говорить иное. И ребенок находится в какой-то пространстве, не понимая, как же поступить. Поэтому это целый институт, на самом деле, информационные инструкции по поведению. А ведь мы русские. А там к нам дошло то, что фильтровалось веками. У нас, у русских, это не чужая народность, не чужие обычаи. Это все наше. Это на нашей земле, и мы аж оттуда родом. Традиционная русская зимняя обувь – валенки. В почепе об этом старинном валяльном ремесле знают все. Его в начале 90-х годов прошлого века возродила семья Романовых. В старину все делалось так же, одна и та же технология. Вот так снимали шерсть. Шерсть здесь у нас смешана трех видов. Меринос, адельбай и романовская порода. Это современная машина, но она устроена по такому же принципу, как и машины, которые использовались в старину. Мастера изготавливают валенки вручную. Как только шерсть готова, берут лекало. Традиционная русская обувь у романовых самая разнообразная. Белая и черная, длинная и короткая. На резиновой подошве и под галоши. Детские ботиночки и домашние тапочки. Валенки очень важные. Это обувь хорошая. То есть это, ну как, в первую очередь здоровье. Тепло, сухо. Ну, лучевали на ковбе и нету, я считаю. Они мягкие у нас, теплые. То есть, ну, вся та же ручная, как валка была, так она осталась. Это еще одно старинное ремесло, которое сохранилось на почебской земле. В обозном цехе изготавливают гужевые повозки самых разных модификаций. Здесь не только телеги, повозки, но и новые виды изделий с элементами колеса. Все изготавливается из березы или дуба. Выбирается древесина твердых пород. Качественные участки древесины высушиваются, обрабатываются на станках в размеры. Вот центральная часть колеса, ступица деревянная, всегда, вот уже несколько столетий, колеса делаются именно с такой деревянной ступицей. Основа производства – полный цикл по изготовлению деревянных колес и различных видов деревянных телег и конных повозок. Колеса сделаны по древним технологиям, дерево сгибается дугой. Дерево было основным поделочным материалом на Руси. Древнерусские мастера хорошо знали технические свойства всех пород древесины и учитывали их при подборе для строительства и изготовления различных предметов. Эта мастерская находится в Злынке. Обычное дерево превращается в произведение искусства, выполненное в русских традициях. У меня все рождается в мыслях. Вот, например, я беру бревно и у меня сразу в голове так вот рождается какая-нибудь композиция. Что я могу с ней, например, сделать? Например, наброски делать на бумаге, потом как бы с бумаги все это выполнять, как-то она потом может изменение какое-то быть. Ну, я решил так, что я беру бревно и выполняю работу. Кропотливый труд. Мастер часами работает с деревом, придавая форму и украшая его узором. Резьба по дереву была очень популярна на Руси. Резьбой украшались элементы жилых хором. Колонны, наличники, карнизы, мебель, наборы посуды, гребни и ложки. Дерево было основным поделочным материалом. А что представлял собой русский двор? Он был полон различной живности. Куры, гуси, утки, поросята, овцы, козы, коровы. Скотоводство – неотъемлемая часть хозяйства. В этнокомплексе Брянское подворье поближе можно познакомиться со всеми этими животными. И первыми, кто встречает, конечно, кошки. Мышеловки были в каждой избе. Лошадь – это, наверное, самое близкое к человеку животное, которое является и помощником, и релаксом. То есть, если плохое настроение, она утешит и поднимет его. Если нужна помощь, то обязательно поможет и землю спыхать, и съездить на базар, отвезти излишки. В этнокомплексе Брянское подворье живут еще и пони. Когда экскурсовод рассказывает о лошадях, маленьким гостям предлагают прокатиться на этих очаровательных обитателях этнокомплекса. Здесь же на выпасе и в загонах овцы романовской породы. Очень многие люди, вот и в нашем селе, и вообще на Брянщине, держали овец. Значит, на сегодняшний день уже доказано, что овцы романовской породы, а это вот представительница этой породы, это чисто русская селекция, значит, очень неприхотливая ни в еде, ни в содержании. Содержать овец было выгодно. Они давали шерсть, много мяса и при этом очень плодовитые. Ну а пернатами уж точно был полон весь двор. Гуси, куры, утки и индюки. Без гусей не обходилось ни одно хозяйство. А как же иначе? Держать их очень выгодно. В уходе неприхотливы, к холодам терпимы, вес набирают быстро. Самая продуктивная птица. Кроме того, в пищу употребляют также потроха. Пух идет на подушки и одеяло. Жир используется в лечебных целях. А вот и кормилица каждой семьи. Корова в крестьянской семье издавна олицетворяла богатство и достаток. Потерять корову, особенно в неурожайные годы, для крестьян было равносильно катастрофе. Поэтому корову всегда очень уважали, всячески оберегали и заботились. Козье молоко занимает второе место по популярности в Древней Руси, уступая лишь коровьему. Мелкий рогатый скот легче содержать, чем крупный. Козы неприхотливы и плодовиты. Козье молоко, оно очень полезное. Оно не вызывает ни аллергию ни у человека, ни у животных, соответственно. Очень питательное. В этнокомплексе проводят экскурсии для всех желающих. Здесь можно посмотреть не только животных, но и побывать в музее русской валенки. Увидеть единственный памятник в области этой популярной на Руси зимней обуви. Брянская земля хранит традиции и обычаи русского народа. Молодежь может не только узнать, но и попробовать постичь древние ремесла. Через песни и предметы быта узнать историю русского народа. Благодаря вековым традициям люди чувствуют связь между поколениями, не забывают о своих истоках и ощущают духовную поддержку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова